Всем привет, это Игорь Комиссарчик, нет времени объяснять, начнем второй выпуск. Главная проблема этой предыдущей недели – дефицит антибиотиков в аптеках. Достаточно сложно купить и антибиотики, и противовирусные, и ледокаин. Люди стоят в очередях, лекарств в аптеках зачастую просто нет. Изначально думали, что проблема в ажиотажном спросе, который возникает каждую осенью из-за гриппа, ОРВИ, а тут еще и коронавирус. Однако выяснилось, и это подтвердили и в аптеках, и в Минздраве, что проблема в поставщиках. На этой неделе вышел большой репортаж новых газет, в котором объясняется, почему вообще так получилось. Выяснилось, что лекарства, в принципе, есть. Они есть на аптечных складах, они есть и буквально под прилавком, но продавать их нельзя. Почему? Потому что они еще не получили маркировку. Маркировка лекарств в России работает с лета, и сейчас осенью на больших партиях, на большом спросе она запнулась. Серверы не справляются. Не справляются потому, что все заведено на единственного оператора, который на всю страну маркирует лекарства и из Калининграда, и для Владивостока, и для Оренбурга. Изначально в Минпромторге отрицали эту проблему, но потом решили все-таки перейти на более мягкий уведомительный режим работы, чтобы из-за косяков на серверах люди не оставались без лекарств. Дефицит не только по антибиотикам. На этой неделе в Оренбурге вышло сразу несколько репортажей о том, что в детском отделении онкологического диспансера наблюдается дефицит лекарств, и проблема в том же самом, в маркировке. Вывод из этой истории один, когда по всей стране всю маркировку заводят в один единственный центр в Москве, который, разумеется, принадлежит кому надо. Получается так, что за работу этого центра люди расплачиваются собственным здоровьем. Роспотребнадзор Роспотребнадзор ужесточил масочный режим по всей стране. Теперь без маски нельзя ни в лифт, ни на парковку. Но Оренбургская область этим не напугать, у нас меры были пожестче. Например, рестораны по России не работают с 23 до 6, а у нас с 22 до 8. У нас закрыты детские секции, у нас закрыты кружки, пенсионеры на самоизоляции. В общем, меры гораздо жестче, чем по стране и во многих других регионах. Изначально, когда Денис и Паслер назначили губернатором Оренбургской области, все говорили о том, что молодой глава региона, технократ, софт-пауэр, сравнительно мягкий стиль руководства. Однако софт обернулся хардом. Денис Паслер держит Оренбургскую область в ежовых рукавицах, управляет крепкой рукой, и ограничения-то у нас похлеще, чем у соседей. Но если говорить о других регионах и статистике, которые мы получаем, то выходит следующая история. Оренбургская область на этой неделе вышла на 21 место по числу зараженных коронавирусом. Наши соседи в этой таблице в Краснодарский край. И там и там по 17 тысяч заболевших. Только у нас в сутки 170, а в Краснодарском крае 130. При этом у Краснодарского края больше населения, и там большой поток туристов. На поверку получается, что в Оренбургской области в сутки делают от 5 до 6,5 тысяч тестов на коронавирус в сутки. А в Краснодарском крае неизвестно сколько. Этого не указано ни на Роспотребнадзоре, этого не могут выяснить местные журналисты. Местные чиновники рапортуют, что здесь сделали с начала пандемии миллион тестов. Но сколько в день, непонятно. Таким образом получается, что 6,5 тысяч тестов это 107 из заболевших. А 130 рисуются неизвестно откуда. Поэтому когда мы говорим, что статистика рисованная, надо понимать, что все зависит от того, сколько вы тестируете. Именинники 29 октября. Леонтий, Терентий, Кузьма и Денис Владимирович Паслер, который сегодня отмечает свой день рождения. Коль уж мы упомянули, что наш глава региона губернатор жесткий, хочется напомнить ему цитату классика. Крути, но не сорви резьбу. Наша редакция традиционно поздравляет главу региона с днем рождения. В том году мы подарили ему замечательный комикс. А в этом году дарим набор стикеров для телеграмма. Сам Денис Владимирович наверняка им пользоваться не будет. Но для его подчиненных вполне себе тема, чтобы передавать друг другу настроение шефа. Время новых решений в администрации Оренбурга. Уже третью неделю по областному центру грохочет история о детском питании. Но сводится она к очень простому. У оренбургских школ закончился контраст с комбинатами питания. Нужно его как-то продлевать. И в мэрии решили дело это немного перестроить. Теперь школы должны по идее делать совместные закупки. Параллельно в мэрии хотят ввести под это дело новых поставщиков. Параллельно издали новое положение в совместных закупках. Параллельно хотят сделать родительский контроль. В общем, говорят по сути только об этом. Однако новые решения мэрии пришлись по душению всем. Сопротивление материала получилось достаточно большим. Сначала комбинат школьного питания попросили по умолчанию продлить их контракты. Потому что они сильно пострадали из-за коронакризиса. Потом у ФАС и прокуратуры нашли, что положение, которое сделала мэрия для совместных закупок, ну мягко говоря, не соответствует российским законам. Плюс огромный скандал в благосфере, плюс постоянно пишущие об этом СМИ. Когда эта история всплыла в первый раз, в мэрии вообще сказали, что на всех, кто пишет о том, что со школьным питанием что-то будет не так, подадут жалобу в суд, в прокуратуру, в ФСБ. Только в службу внешней разведки не пожалуются. По этому поводу есть несколько мыслей. Первое. Почему все так воюют вокруг школьного питания? Получается, что вот эта тема с котлетами, пюре, овощами, она прибыльнее, чем нефть, газ, алмазы, всякое другое сырье. То есть предприниматели у нас не тем занимаются. Надо заниматься школьным питанием. Все деньги там. Второй вопрос в том, что в принципе к действующей системе нареканий не было. Тогда вопрос, зачем ее менять? В-третьих, про усиление родительского контроля. То есть его усилить хотят как? Допустим, приходит усталый мужик со смены после завода. Ему жена говорит, пойдем срочно в школу, мы не можем определиться, гречка или макароны. Твое решение будет главным. Или женщину сдергают совещание, потому что что-то не так с плотностью киселя в школьной столовой, и нужно это дело срочно проверить. Ну а если без шуток, скорее всего, понятно, что если планы мэрии реализуются, у нас опять будет один поставщик, просто какой-нибудь другой. И получается, что мы одну монополию, потому что внутри комбината с львиной долей одного из них, мы поменяем на другую монополию, где будут четыре комбината с львиной долей кого-то другого. Получается, ради чего весь этот огород городить? Как только в эту сферу пришли бюджетные деньги, а как вы помните, бюджетные деньги пришли после того, как Владимир Путин приказал кормить всех детей до четвертого класса бесплатно. Как только вот эти бюджетные деньги пришли, начался весь вот этот трэш. А иначе всю эту историю назвать нельзя. На этой неделе в самое сердце нас поразили две истории. Первая – это поправки в закон о выборах, которые приняли депутаты нашего законодательного собрания. В общем, то, над чем вы смеялись летом и осенью. Голосование на пеньках, на карусельках, во дворах, под грибками теперь узаконили. Более того, ужесточили правила по подписям и разрешили голосовать по почте и удаленно. В общем, получается, что мы все время смеемся над Америкой, говорим, какие пиндосы глупые, никчемные нам в подметке не годятся, а сами, по сути, взяли и ввели у себя американский протокол дня голосования. Но кто сказал, что он хороший? Вторая история, которая не просто поразила нас в самое сердце, а буквально проехала колесо внедорожника по метральному клапану. Это автомобили наших деревенских чиновников. В Оренбургском районе глава Южноуральского сельсовета и глава Караванова сельсовета решили себе купить по хорошей, дорогой иномарке. Это вывалили прямо на госзакупки, притом прямо с указанием модели. В общем, глава Южноуральского сельсовета хочет Mitsubishi Outlander, а глава Караванова хочет себе Nissan Cirano. Если сложить суммарную стоимость двух автомобилей, то, в принципе, получится дефицит самого Оренбургского района. Там 2 миллиона рублей, машина в сумме стоит 3. Дефицит бюджета у обоих сельсоветов, которые покупают эти машины, еще больше. Это полностью дотационные населенные пункты. Отсюда вопрос, зачем в настолько дотационных и бедных территориях такие дорогие автомобили чиновникам? Мы подозреваем, что главам. Для того, чтобы объехать караваны, вообще достаточно самоката. А в поле ты на Тиране не поедешь. Она для этого, по сути, не предназначена. Ощущение, что они будто меряются автомобилями, так на ежегодном каком-нибудь сборе у главы. Один аутлендер подгонит, другой тирану. Кто-то там на Комарюхах приедет. Ну и так меряются, у кого какие машины. А если у тебя не будет хороший иномаркет, у тебя просто глава какой-нибудь там соседней Дедуровки, ну просто тебя засмеет. Но если в Оренбургском районе все настолько хорошо, такие тачки, столько денег, получается, что это не Оренбургский район, нужно к Оренбургу присоединять, а наоборот. Делать Оренбургскую агломерацию на основе Оренбургского района. И тогда переносить Дом Советов в Дедуровку, мэрию переносить в Южный Урал, в караваны переносить в суд и просто базироваться в этих замечательных, богатых населенных пунктах, где мэры рассекают по роскошным местным хайвеям на таких замечательных, дорогих автомобилях. Ну давайте от этих дорогих иномарок и прочей, знаете, принесенных из океана вот этой вот всей нечисти, перейдем к нашим новостям, которые формируют наш народный характер. Оренбургский пуховый каток. Первую новость, как и все остальные из этой рубрики, мы, разумеется, взяли с сайта нашего областного ОМВД. Полиции запустили акцию по противодействию экстремизму среди родителей и школьников. Ну, все бы ничего, и акция правильная, только называется она так. С ненавистью и ксенофобией нам не по пути. Прочитав это, я понял, что в нашем ОМВД работают просто наследники Кукруниксов и Маяковского. Такие названия, знаете, и такие люди на дороге не валяются. Акции тюремных колл-центров Оренбургской области на токийской бирже набрали три пункта после ряда успешных сделок. Раз, два, три. И это только за день. И это только то, на что пожаловались жители, и то, что опубликовала полиция. Не так давно в ОФСИН заявили, что для борьбы с тюремными колл-центрами по всей России нужно три миллиарда рублей. Только тогда эта проблема будет побеждена. Ну, учитывая, какие объемы в тюремных колл-центрах, мне кажется, что деньги отобьются очень быстро. А вообще, ну, сколько вся эта история уже длится? Года три, как минимум. Да, года три мы каждый день читаем, что кто-то куда-то что-то перевел. Ну, и если это в итоге не получится победить, останется только одно. Последовать поговорке. Не можешь победить, возглавь. Переезжаем в Пономаревский район, где местные жители глубокой ночью с ремонтирующегося участка трассы унес 72 бетонных блока. 72. Его удалось очень быстро поймать. Выяснилось, что блоки он хотел использовать в хозяйстве. В своем домашнем хозяйстве. У меня на эту историю только одна реакция. Я с грустью вспомнил свое детство и книгу Чаполина, где был такой кум по имени Тыква, который из кирпичиков, которые он покупал за дня в день, он строил себе домик. И я стал прикидывать, куда можно деть эти бетонные блоки? Из них, ну, будку для собаки построить нельзя. Печь тоже. Как он их применял? Один вопрос. Как? Зачем их вообще было оттуда уносить? Ну, кстати, если вы знаете, как использовать эти блоки в домашнем хозяйстве, то пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Как всегда, закончим чем-нибудь духоподъемным. И тут у нас новость, которая просто разорвет ваши шаблоны. Друзья, уходит эпоха. В Оренбургске аэропорт покупают новую багажную ленту. Уже вывалили закупку, стоимость 8,8 миллиона рублей, где ее установят пока неизвестно, но известно одно. Гости города перестанут офигевать от того, как у нас на морозе в минус 30 ты получаешь свой багаж. Уйдет эпоха отмороженных ушей, уйдет эпоха промерзших конечностей, вот это вот нервные дрожи, когда ты вот из Турции вышел из самолета и ждешь свой багаж в минус 5. Все, друзья, теперь мы цивилизованная область. Я могу до бесконечности восхищаться новой багажной ленты Оренбургского аэропорта, но нет времени объяснять. Мы пошли собирать для вас больше фантастических историй. Читайте новости на Оренбург Медиа, подписывайтесь на нас в социальных сетях, а мы с вами увидимся через неделю. Пока!